А мы с вами в Турции, в Гёчке, на красивейшем пляже, или самом красивом пляже Гёчка. Аська, давай. Вот такая красота среди красивейших ягод. Можешь и быть ты, если к нам присоединишься. В общем, друзья, как говорится, я такой соленый, как твои слезы, да? Что, Лили, как вода? Просто кайф. Здесь просто кайф. Здесь просто кайф. Похоже, знаешь, на что, как мы были на Бакарде. Как на Мальдивы, друзья. Ну, давай. Ух ты, вот это поворот. Сойти, иди сюда. Вот так вот, друзья, можно кайфовать. Ну что, это еще лучше? Да, немножко похоже на что, на Бакарде, где мы были в Доминикане. Только нет москвей звезды. Я удивляюсь, Лили. Вот я уже накупался как-то на всю свою жизнь, можно сказать. То есть мне хочется окунуться, но не так. Но ей же хочется постоянно лезть на пляж. Постоянно ей хочется купаться. Она все время говорит, я хочу купаться, я хочу на море. Ей надо яксингом заниматься. Тогда у вас пропадет желание так сильно и много купаться. Вот такие лежачки здесь. Ну, конечно, кайфово. На травочке. Мы сейчас готовимся к отходу. И в зону вводим сейчас швартовые. И хочу показать обстоятельства. Смотрите, у нас катамарана очень близко рядом с нами. И второй катамаран очень близко. И возникает вопрос, как нам выйти? Да, то есть мы не можем сейчас... Ну, в принципе, можно попробовать на шпринт. И попробовать подвернуть. Но тогда мы вторым носом больше есть шанс, что мы коснемся. Второй вариант. Оттянуть лодку чуть-чуть назад. Но у нас очень мало места, да? Перекинуть на лодку. Буквально вот этих добавить 3 метра. После этого через шпринт, подав чуть-чуть вперед, отойти. И потом двигателем оттянуться. Но очень тяжело. Есть еще один вариант. Это отцепляем носовой. После этого переводим на кормовой. Приходит ассистанс, который нас оттягивает в сторону. Что мы сейчас и сделаем. И увидим, как можно выйти на катамаране с помощью ассистанса. Вот он начинает оттягивать нас тузиком. Начинаем движение. Окей, ready. Вот такая тяжка. It's okay. Все, мы отошли. Смотрите, как интересно. Все, как только сейчас мы выходим, он уже может моторами работать. Яртум, это достаточно? Яртум, нормально, хватит. Еще, еще. Еще, немного больше. Окей? Да, закончилось. Все, сейчас у меня дает веревку обратно. Майк, можно выкручить? Да, да. Окей. Да, чистый. Вот мы и вышли из бухты. И задом сейчас где-то развернемся. Снимаю швартовый. Все окей. Вот такая тема. Это катамаран. Выходим из гетчика. Марина. Убираем гублик наш, чтобы он не болтался. Все. Готовы. Сейчас разворот будет. Катамаран может развернуться реверсом. Один ход вперед. Двигатель один ход назад. И вот мы на месте фактически разворачиваемся. Очень удобная тема, когда ты можешь вот так. Здесь, кстати, вот держак. Но все равно ручка бросится. И мы выходим. Это вот старичок лагун. Это, кстати, хорошее. О, лодка красивая. Тоже катик. Ну, мне вот нравится вот. Классика такая. Она прямо, знаете, вот. Мне кажется, на такой можно деньги зарабатывать. Потому что вот она такая классическая. Знаешь, фоточки здесь такие в ретро-стиле могут быть. Прямо вот. Класс. Ну, мне это больше нравится, чем вот эти варианты. Ну, а мы выходим из гетчика. Идем дальше. Следующее у нас место. Мы идем на бухту Клеопатры. А потом ты, так и я. Погнали? Дядя же, насколько удобно катамарат. Все. Ты в тенечке. Смотришь. Наслаждаешься видом. Вероятность, чтобы кто-то выпал, очень мала. Да. То есть, ну, только вот здесь, скажем. Я бы натянул сетку, либо наращивал немножко бор, чтобы сделать выше для ребенка. В остальном случае вообще кайфово. Сел на нос. А, да, кстати, повредил себя палец. Соскользнула нога. И вот сюда. Иметь это надо в виду. Потому что, когда скользко, вот здесь нормальная поверхность. А здесь уже можно скользнуть. Тем более, соль набирается, отбрызг. В общем, вот эта штука реально опасная. Я бы какую-нибудь поставил бы херню, чтобы не защитить. Потому что можно поломать палец. Не знаю, сломал, не сломал. Ну, вроде бы нет. Но лучше бы хорошее дело. Так можно кайфовать. Или лучше на гамачке. Там подгувает со всех сторон. Вот. Вот так кайфово. Можем поворачивать. Хорошее, красивое место. Ухточка такая шикарная. А здесь вообще плотничком все люди такие. Мы сейчас вон туда будем заходить. И швартоваться. Ну, мы встали. Место, кстати, очень такое мелкое. Но мы стоим. Ну, как тебе? Ну, что, прикольно здесь. Классно, атмосферно. И вообще на яхте очень прикольно. Все. Уже нормально, да? Я поняла, что это мое. Что если маленькие переходы, то все нормально, да? Да. Ну, вот такая тема, друзья. Такое красивое место. Там дальше Ликийская тропа, кстати. Уху! Ты мне мешаешь, правда? Уху! Уху! Мы приехали сейчас на маркет Мигрос. Здесь уже он пикачет холодильники. Это большой магазин на воде. Мигрос. Представьте. Здесь даже есть тележки. Сейчас я вам покажу. Вот это на втором этаже. Что там у нас? Капитанский. Кстати, он на данный момент сейчас дрейфует. Даже без управления. Его просто сносит. Это очень забавно. Вот такой Мигрос на втором этаже. Тут даже хлеб, смотрите, готовят. Класс! Вообще. Вот тебе фрукты. Вот тебе оплата. Ну, прямо как полноценный магазин. Они сразу здесь живут, делают булки. Упаковывают. И, как обычный магазин, с хлебушком. Да, цены здесь чуть дороже. Но идея на воде. Это круто. Здесь и мяско все есть. И вот так. Макарошки, например, стоят. Туалетная бумага. Здесь даже есть, смотрите, и игрушки для детей. И тапочки. В общем, ну, все, что необходимо людям, которые здесь живут на лодках. Потому что реально, если люди приезжают, на неделю просто стоят здесь, тусуются, купаются. И это все можно здесь вот так купить. Как тебе? Ну, я скажу, что сейчас очень лайково. Прям мне все нравится. О, я в тебя зашел. На катамаране. На катамаране, да. Классе! Класса! Бухта Клеопатры ждет нас! Бухта Клеопатры, друзья. Вот такая она. Вот так мы приехали на бухту Клеопатры. Здесь можно покупаться. Здесь можно полазить. Ну, это, кстати, у меня в предыдущем видео было уже. Но прикольно все равно место. Дальше. Так. Так. До новых встреч. НОВЫХАЕТСЯНИЕ НА СНООМ Ну а мы выходим с мохито. Вот так. Настоящие катамаристы, катамаристы. Еще и подъем. Классно. А мы вышли на большую воду. Сейчас мы идем в сторону Фиткия. Есть небольшая волна. Буквально 0,3, наверное, 0,4. Но катамаран в любом случае качает. Его, знаете, качает не вот так, а его как-то вот так. На четыре стороны. Ветра нету. 1,6. Идем в 7 узлов. Ну, такая красота. Погода просто офигеть. И вы, наверное, задаете вопрос. А зачем катамаран парусный? А потому что он дешевле. Представляете, моторный дороже. И он более экономичный. Ну как, не качает? Нормально? Загорело немного. Да? Да. А на самом деле качает. Вон, видишь, барашки уже появились. Это говорит о том, что дует. Видишь, волна здесь уже стала побольше. Здесь уже можно идти на парусах. Подходим уже в Фиткия. Немного ветерок даже раздуло. Забыл подснять. Мы уже прибыли. Смотрите, как рыба здесь гуляет. Уфига себе здесь мусора. Да, здесь лучше не купаться. Застоявшаяся вода. Мы в Яхт Марин Классик. Очень классная марина и очень классный отель. Здесь ресторанчик просто шикарный. Может, сейчас ходим. Пришли, припарковались, пришвартовались. Наш катамаран. Вообще, хорошее место. Почему? Потому что здесь очень крутой бассейн. Вот, кстати, хорошая лодка. И арка есть, подвесы. Кстати, очень такая хорошая хозяйская для чартера. Вообще, самое то. Ну, конечно, все-таки катамаран. Блин, сколько я его, наверное, не буду нахвалить в этих видео. Конечно, это круто. Вот эта площадь, эта пространство, где ты можешь нормально походить. Это мега круто. Да, пусть он не такой ходовой, как Манахул. Но все же вот это пространство очень важно. Пусть и даже качание. Там есть свои своеобразности. Вот сейчас Лиля сходит у меня на Манахуле. У нас через 5 дней будет движуха. Даже, наверное, через 4. И попробуем. Смотрите, сколько рыбы. Здесь сачком можно ее ловить. Я вам сейчас покажу, где ее пипец обитает. Очень классные катамараны. Фонтан Пежо. Тоже я бы рассматривал вариант. Такой бы, что 42-й, что, наверное, тут 40-й. Очень классные они и по пространству, и вообще сами по себе. Вот да, это 40-й, это 42-й. 40-й бы достаточно было. Ну, а здесь можно видеть подсветку. Это ресторан. Он такой кайфовый. Также, возможно, как я уже сказал, проверим. И вот здесь огромнейшее количество просто около ресторана рыбы. Она приплывает туда. Такие бассейны классные. Вон, самый большой бассейн. А здесь тоже не глубокий. Классный такой, да? Прямо уровень. Лилю знакомлю с яхтенной жизнью. Богатой яхтенной жизнью. А это у нас паблик-док или прогулочная, где можно погулять, проветриться, скидать пару калорий, пока ты на яхте. Вот такое интересное место. Набережная или променадная. В Турции есть такой минус, что вот вроде бы это променадная набережная, да? Но здесь также велодорожка. Но по этой велодорожке также едут на электроскутерах, на самокатах, на велосипедах, на мопедах и на мотоциклах. В Турции как-то так мотоцикл приваривается к велосипеду. Поэтому это норма. Но надо глаз да глаз, потому что за ребенком могут на самокате, на скутере здесь, конечно, ехать. Не быстро, но все же надо иметь в виду. День нового приключения, а мы с вами идем в поисках еды. Это у нас город Цветкия. Мы сегодня походим на катамаране. Вчера у нас был такой день отдыха. И мы планируем сегодня уже сдавать этот катамаран. Потому что у меня пятница, как раз-таки последний день чартера. Переночуем и послезавтра мы уже едем в Марморис на нашу лодку. Будем ее готовить к Туру. Ну, а так расскажу, что все-таки кат круто. Вот на стоянке вообще просто великолепно. С него даже не хочется уходить. Достаточно комфортно, много места, можно лазить, ползать. Это классно. По качанию, конечно, есть, но незначительно. Сам город, кстати, Феткия очень классный. Мне он нравится. Я, наверное, считаю, что, наверное, Марморис чуть-чуть лучше. Вот, но Феткия тоже классно. А также я считаю, что Феткия и Гетчик – это лучшая бухта для яхтинга. Почему мне нравится бухта Феткия? Ну, и к тому же слову город Феткия. Так как здесь достаточно много места, где можно походить. Много красивых бухт. Конечно, ближе к Гетчику, но все же. Здесь можно при плохой погоде все равно продолжать движение, обучение, хождение. Здесь меньше будет укачивать людей, которых укачивает, а таких очень много. Особенно женский пол. Ну, и меньше будет страха, потому что очень многие женщины почему-то боятся, что они умрут, погибнут. Лодка перевернется, лодка не перевернется. Лодку очень тяжело перевернуть. В бухте это практически нереально, если, наверное, на камни как-то встать. В основном случае лодка все же не валяшка, поэтому это не критично никогда. Даже при погодных условиях 40, 50 и волне 5 метров лодку тяжело перевернуть. Поэтому постарайтесь не бояться. Погода сейчас более-менее, где-то, наверное, градусов 28. Жаришка. Вообще, без кондера сложно сейчас представить. И лето, наверное, для яхтинга достаточно такой сезон под вопросом. Потому что очень жарко, особенно в этом году. Я бы сказал, что лучше все-таки брать сентябрь-октябрь. Это лучшие периоды. Ноябрь для того, чтобы почувствовать яхтинг. И будет тепло, и будет теплое море. А если кто хочет научиться управлять лодкой в более серьезных условиях, то есть там периодически, чтобы мог было что-то прилететь, то лучше всего это апрель-май. Ну, еще даже можно март, но там уже будет свежо. Но зато там прилетают ветра, нормальные волны. Можно походить с хорошим настроением и адреналинчиком немного. А мы, друзья, гуляем по Гетчику. Смотрите, какой он интересный. Кафешечки такие. Здесь продажи всякие. Тоже как базар. Можно, кстати, продегустируйте. Ты думаешь, что там можно? Может, я пошутил? Сейчас на улице 36 градусов. А здесь вот такая красота. Друзья, джетсерф у нас сегодня на тест-драйве. Вот такой красавец. Это электроджетсерф. В общем, очень круто. Смотрим. Мы заходим в марину. Сейчас будем заправляться. Тамаран на заправке. Сейчас мы разворачиваемся. Раньше в Петхия там была только заправка. Сейчас же сказали outside. Что-то там сделали новый док. Интересная бенетошка, траулер. Выходим, там мы и заходим. А здесь, видишь, буйки. Здесь вот на этих желтых зонах нельзя ставить лодки. Это мариновская. А вот здесь можно на якоре, вот где стоят. Это у нас все Петхия. А здесь, кстати, часто базируется супермаркет Мегер. Сейчас он уже ушел в плаванье, но часто стоит. И вот тут не очень удобный фиол док, заправка. Но раньше вообще она была внутри. Это просто был ужас. Особенно, когда к вечеру сегодня скопление людей становится. Это просто пипец. Очереди по три часа. Поэтому старайтесь пораньше, либо поздно, либо рано утром, как мы сейчас. Вот, видишь, представь. Здесь лодки, тут лодки. А еще же надо будет все это кормой выходить. И с той стороны, вон, лодка ходит. Тоже это заправка. Я помню, один раз дунуло. Пришлось даже вот так развернуться, чтобы встать, потом уже уйти. Ну, в общем, очень сложный вот этот перц для заправок. Если плохая погода, то он прямо ссыкотный здесь. Представь, вот эти вылазят, тебя может навалить на них, если не успеет закрепиться. Пять метров. Три метра. Два метра. Метр. Ну, вот, а раньше вот сюда обязательно было подходить. То есть, вот этого долго не было. Они удлинились сейчас. Но это уже стало хотя бы хоть как-то. Потому что, пристав сюда, зайти, потом отсюда выйти, развернуться, очень мало места. Мы вышли в море. Сейчас собираемся двинуть в сторону красивых пляжей. Там немного покататься на джетсерфе электро. Сделать обзорчик. Ну, и сегодня прощаемся уже с катамараном. Будем его сегодня сдавать. Сейчас будем выпускать якорь. Поставим катамаран на якорь. Вот так его легко можно скинуть. Все, он подготовлен. Будем сейчас стоять. Такие порывчики. Смотри, какой ух стоит турецкий. Гулет. Смотри, какой ух ты! Кельпинчик! Кельпинчик! Начинаем тестировать водный джетсерф. Начинаем. Начинаем. Сюда. И как на это? Кельпинчик. Он даже нормально все-таки наваливает. Вообще нормально наваливает. Будем вставать. Это уже тяжелее. Не получилось. Уходить. Просто уху. Кельпинчик. Горячь, как на сноуборде. Ноги забиваются, бибил! Вышли мы из красивой бухты и сейчас идем вокруг острова, вот это, смотрите какой частный остров, вот так пройдемся, сейчас пойдем в сторону Петкия. Катамаран это вообще просто мечта, теперь я хочу катамаран, боже, чтобы ходить в такую погоду, это просто река, честно, прям вообще. Сегодня четвертый день, как мы здесь, а я не хочу отсюда выезжать, я хочу еще. Сейчас, сейчас она ощутит, что такое еще монохул. Другая лодка, скажи, никогда. Пулка кормой при ветре 15-18 часов. Мы требуем нас носить. Можно пока потом пылать. Что там, где-то танчилось, и вот. Все, выключать? Да нет, нет. Вон, шватолку пока с другого. Сейчас такой был тяжелый момент, потому что у нас тут был боковой, у нас большой грей, мы должны здесь закинуть, у нас произойдет там выход. Мама! Мать, не ярко! Бригада пришла уже принимать. Чувак там штурвал крутит, рулит, все проверяют, они там прямо целой группой открывают, закрывают, пересматривают, просматривают, паруса раскрывают, трещинки, царапинки. В общем, процесс такой нормальный у них, рабочий. А рядом с нами стоит Lagoon 46, у нее верхний пост, считается, что он не такой удобный, все-таки не видно поплавков, по швартовке будет сложно, то есть нужно уже реально ассистанс, либо камеры ставить. Даже залазят в моторный отсек, что-то там проверяют в моторах, может быть уровень масла, нету ли жидкости, воды или еще чего-нибудь. А вот более старенький Lagoon, тоже, кстати, хороший. Вот такая, друзья, у нас яхтенная жизнь. Присоединяйтесь, друзья, к нам, здесь реально очень красиво, вообще другая Турция, как будто другой мир. Особенно на катамаране, да? Телепорт, да, особенно катамаран, это вообще, прям вообще. Зашло. Давид, он копает, можем стоять в хороших классных маринах, где есть возможность покупаться в бассейне, можем стоять в диких бухтах, можно просто стоять, можно лежать, можно сидеть, очень удобно. А теперь пойдем в ресторан. Как всегда, не изменяем карпачку. Вот столько здесь рыбы, друзья, а вы говорите, в Турции рыбы нет. Пришли мы в лодку, как хорошо, когда здесь есть кондиционер, это просто, друзья, необъяснимо. Все, до новых встреч, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова